Органические соединения Органические соединения можно поделить на две большие группы. Алициклические, то есть те, которые имеют линейную структуру, и циклические. Циклические – это те, в которых атом карбона образует цикл. Смотрим внимательно дальнейшее деление. По табличке циклические соединения могут делиться, в свою очередь, на карбоциклические, то есть это те соединения, в цикле которых находится атом карбона, поэтому они так и называются – карбоциклические. И, соответственно, гетероциклические. Гетерас означает «разные», то есть эти циклические соединения в структуре самого цикла, кроме атома карбона, могут иметь другие атомы. Либо атом оксигена, как в данном случае, либо это может быть атом никогена. Следующий момент. Следуем дальше по стрелочкам. У нас карбоциклические соединения делятся еще на две группы. Этими группами являются алициклические, то есть те, в которых в цикле атомы карбона связаны между собой, соответственно, только одинарными связями. И вторая группа карбоциклических соединений – это ароматические соединения. Ароматические соединения – это те, которые в основе своего строения имеют бензольное кольцо. Кроме того, классифицировать органические соединения можно еще по наличию в составе органических соединений какого-либо из элементов органогена. И у нас в классе есть очень хорошая подсказка, которая нужна будет вам на каждом уроке по химии. Итак, в данной таблице показано, что органические соединения можно классифицировать в зависимости от содержания в органических соединениях элементов органогена. Обратите внимание, первая группа органических соединений называется углеводородой. Да, само слово состоит как бы из двух частей – углерод и водород. Это говорит о том, что в состав этих соединений входят всего лишь два элемента – это карбон и это гидроген. Соответственно, в разных сочетаниях. Но об этом мы сами поговорим попозже. Вторая группа. Обратите внимание, оксиген, содержащий органические соединения. Имеется в виду, что в состав этих органических соединений кроме карбона, кроме гидрогена, входит еще один элемент. Органоген – это оксиген. Вот он наблюдается в каждой из предложенных форм. И третья группа органических соединений. Как раз по названию элемента органогена вы сами можете составить ее название. Это нитроген, содержащий органические соединения. Как вы уже поняли, в состав этих соединений входит еще один элемент органоген. Это, соответственно, нитроген. От чего и произошло название этой группы. Зная классификацию органических соединений, на сегодняшнем уроке мы с вами перейдем к изучению самого простого класса органических соединений и к самому простому самому органическому соединению. Этим соединением является метан. Тема сегодняшнего нашего урока – метан. Гаммологи метана и модели молекулы. Что такое метан? С химической точки зрения это соединение, имеющее молекулярную формулу CH4. Электронная формула метана имеет следующий вид. Эта формула опять же говорит нам о том, что связи между атомами карбона и гидрогена образованы за счет пары электронов. Поэтому эта связь будет ковалентной связью. И так как атом карбона и гидрогена имеют разные значения электроотрицательности, следовательно, это будет ковалентная полярная связь. Молекулу метана можно представить еще и структурной формулой. На структурной формуле мы с вами видим, как атомы карбона связаны с атомами гидрогенов с помощью одинарных связей. Любая из этих формул нам еще раз говорит о том, что валентность атома карбона, как бы она ни выражалась, она равна 4. Что же представляет из себя в действительности метан? Метан – это газообразное соединение. Это соединение входит в состав природного газа, причем порядка на 98-96%. Что такое природный газ? Природный газ – это газ, который образуется при гниении животных и растительных остатков, и, соответственно, он может собираться в шахтках, он может собираться с шахткой над поверхностью нефти, или он может находиться в болотистых местностях. Если там иногда просматривается пробулькивание какого-то газа, вот чаще всего этим газом является метан. Можем ли мы с вами встретить где-то метан? Конечно, можем. Если на 98% природный газ состоит из метана, то газ, поступающий к нам с вами в квартиры, это, естественно, на 98% метан. Это газ без запаха, без вкуса. Это прозрачный газ. Вы, наверное, спросите, почему же, когда мы не выключаем газовую плиту, мы ощущаем какой-то определенный специфический запах, и все думают, что так пахнет природный газ. Нет, конечно. В целях безопасности на станциях вводят определенные добавки, имеющие определенный запах, для того, чтобы при утечке этого природного газа можно было его почувствовать и определить, где именно проходит эта утечка. Хотя на самом деле, уже с сегодняшнего дня, вы будете знать, что природный газ запаха не имеет, так как основной его компонент метан – это газ без запаха. Но кроме самого простого органического соединения метана, существует много соединений других. Причем соединений, которые по своим свойствам, по характеру взаимодействия, по своему строению очень похожи на молекулу метана. Что это за соединения? Соединения, имеющие похожие свойства, похожие строения, но отличающиеся на гомологическую разность, называются гомологами. И сейчас на таблице мы сами познакомимся с первым гомологическим рядом органических соединений, который называется гомологический ряд насыщенных углеводородов. Или его еще называют гомологический ряд метана, так как самым простым представителем этого ряда является метан. Итак, внимание на таблицу. Итак, посмотрите. Первая графа – это название органических соединений ряда метана. Во второй графе, соответственно, расположены молекулярные формулы этих соединений. Рядом нарисована развернутая написана формула. Но эта формула отличается от полных структурных формул тем, что атомы гидрогена находятся возле карбона. Поэтому они называются полуструктурные еще формулы. И, соответственно, у нас есть еще две графы, в которых изображены остатки без одного атома гидрогена. И они, соответственно, называются радикалами. Представлены их формулы структурные и даны им названия. Давайте посмотрим, пройдемся обязательно по этим углеводородам, потому что вам нужно будет выучить и формулы, и названия этих соединений наизусть. Не зная этих формул, работать дальше в химии невозможно. Но считайте, что это таблица умножения ваша только в химии, из которой дальше ни шагу вперед. Метан имеет формулу CH4. Развернуто здесь нарисовать, как вы видите, нельзя. Если забрать у метана один атом гидрогена, то у нас получится такая частичка, которая имеет свободную связь. И такая частичка будет называться радикалом. Это, кстати говоря, очень активная частичка. И вот в таком виде, в свободном, она практически не существует. Но она может быть как часть какого-то другого соединения. Такая частичка для метана называется метил. Следующая строчка. Этан. Это название следующего органического соединения. Его молекулярная или эмпирическая формула С2H6. Обратите внимание на развернутую форму. И, соответственно, химическая формула радикала С2H5. И называется радикал от метана. От этана этил. Третья строчка. Пропан. Пропан имеет молекулярную формулу С3H8. Соответствующую структурную формулу. И химическая формула радикала С3H7. Нетрудно догадаться, что называться радикал. Пропана будет пропил. Четвертое соединение, характерное для ряда метана, называется бутан. Формула его С4H10. Вы видите соответствующую развернутую формулу. Радикал С4H9. И называется он бутил. Следующее соединение. Пентан. Формула С5H12. Формула радикала имеет вид С5H11. И называется он пентил. Гексан. Следующее соединение с формулой С6H14. Радикал имеет формулу С6H13. Называясь гексил. Седьмой представитель этого ряда гептан. Формула С7H16. Соответствующий радикал С7H15. И называется он гептил. Актан. Это восьмой представитель гомологического ряда метана. Имеет формулу С8H18. Соответственно радикал имеет формулу С8H17. Называется актил. А теперь внимательно посмотрите, пожалуйста, на эту табличку в общей. Какое можно сделать обобщение, говоря о названиях углеводородов, похожих на метан? Смотрите. Ментан, этан, пропан, бутан. Что обобщает эти все названия? Заметили? У них у всех, конечно же, правильно, в конце суффикс ан, метан, этан и так дальше. Вот действительно, это вот общее название, которое подчеркивается суффиксом ан, говорит о принадлежности этих соединений и похожести их на метан. Углеводороды, которые похожи на метан, еще имеют другое название. Их еще называют предельные углеводороды. Предельные потому, что каждая валентность атома карбона полностью насыщена либо одинарной связи с соседним карбоном, либо атомом гидрогена. То есть предельные, насыщенные до предела. Их еще называют насыщенные углеводороды, потому что они полностью насыщены атомами водорода. Еще одно название, характерное для этого гомонологического ряда, это парафины. Парафины с греческого языка можно сказать, что это инертное соединение. Изучая химические свойства, мы на это обратим внимание. И вот эти названия используются разными людьми, но их всех относят к одному и тому же гомологическому ряду, ряду метана. А теперь посмотрите, пожалуйста, еще раз на вот этот столбик химических формул предельных углеводородов. СС4, С2, С6, С3H8, С4H10, я не буду продолжать, вы это все видите. Сравните, пожалуйста. Какое заключение можно сделать, исходя из того, как изменяется с каждым шагом каждая и следующая формула по сравнению с предыдущей? Что вы заметили? Конечно. С2H6 минус С4 получим? С2, конечно. С3H8 минус С2H6 получим? С2. И если такие манипуляции проделывать, вы все время в разнице между следующим и предыдущим будете получать разницу. С2H2. Вот эта разница, С2H2, называется гомологической разностью. То есть это группа атомов, на которую каждый предыдущий член гомологического ряда больше по сравнению с предыдущим. И именно поэтому ряд углеводородов похожих по своему составу, по своему строению, по своим свойствам, но отличающийся на одну или, может быть, несколько гомологических разностей и называется гомологами. Молекулу метана можно легко представить, если смоделировать ее самостоятельно. Это удобно делать из пластилина и в данном случае из зубочисток. В центре молекулы метана находится атом карбона. И он связан с атомами гидрогена вот такими одинарными связями. Причем нужно учитывать, что эта молекула имеет правильную геометрическую форму. Эта форма называется форма тетраэдра. В этой форме отмечается, что углы между атомами гидрогена, карбона, гидрогена везде и все одинаковы. Они составляют 109 градусов и 28 минут. И где бы мы ни посмотрели, они везде одинаковы. Поэтому эта модель исключительно правильная. Это если говорить о молекуле метана. Такие же модели можно построить и для других представителей гомологического ряда. Например, здесь показана модель молекулы бутана, в которой точно так же сохраняются, и это видно, определенные углы, которые были метаны. И она тоже образована таким образом, что максимально отдалены атомы гидрогена друг от друга в каждой кусочке этой структуры. Такие модели вам нужно изготовить дома из пластилина и зубочисток для других представителей этого гомологического ряда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!